Утро на Болткоме Утро на Березине, при котором армия Наполеона потерпела сокрушительное поражение. Это было начало, можно сказать, с конца. И спаслась через переправу Березина лишь гвардия наполеоновская и остатки его армии. И говорят, что во французском языке до сих пор осталось выражение «березина татале», которое означает, по-русски, очень неприличное, полный алискапут. И еще, если вспоминать быстренько календарик, в 1976 году зарегистрирована в Америке была торговая марка «Майкрософт» в 1976 году. А в 2003 году состоялся последний полет «Конкорда». Вот меняются действительно технологии, меняются, они изменяют мир. И сегодня мы поговорим о том, что происходит в автоотрасли и какой она может быть в ближайшее время, какие изменения нас ожидают, как будет развиваться она, кому будет отдаваться предпочтение в автопроме, электромобилям, гибридам, что будет со стареющим автопарком. Вопросов очень много. Прошел форум, по-моему, «Ауто-2020». И с нами на прямой связи президент Латвийской автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро всем. Ну вот если говорить о том противоречии, потому что Европа, с одной стороны, держит зеленый курс на то, чтобы сократить количество дизельных автомобилей, отдать предпочтение электромобилям. Но мы все знаем, что электромобиль – это очень дорогое удовольствие. Еще у нас плохая инфраструктура для электромобилей. И получается, что еще и накладываются кризисы экономические, которые вызваны эпидемией коронавируса. И вот как бы с одной стороны, понятно, желание, общая тенденция на более такой зеленый курс. Но с другой стороны, вот время ли его сейчас, вот именно в данный момент? И насколько Латвия вообще готова к этому зеленому курсу? Да, вы правы. Зеленый курс в Европе – это очень важная тема, стратегическая тема. Смотря на то, что ситуация с коронавирусом влияла на автоотрасль вообще в Европе, где автоотрасль является одним из главных пилеров экономики. Мы даже не почувствовали в Латвии то, что происходит в Европе. Отрасль потеряла более чем миллион автомашин, продажи автомашин, закрылись фабрики, производственный цикл приостановился. То есть, понятно, что влияние довольно серьезное. Также и автопромы говорили, что нельзя так быстро сейчас идти газовую педаль на зеленый курс, так как надо определиться, надо помочь автоотрасли выйти из этого кризиса, что сейчас стало. Но Европа и Брюссель очень упорно говорят, что, и так что я участвую тоже в этих переговорах, слышу с Европейской ассоциацией, что происходит, то, что практически Европа говорит, что надо использовать COVID-ситуацию и еще более жать на газовую педаль по поводу зеленого курса. Что значит, что в Брюсселе очень большие инвестиции сейчас, это называется Rapid Recovery Fund, во все европейские страны сейчас получат и получают эти проекты, то есть гранты, и не только гранты и подмогу. Но 30-37% из этого помощи должно идти в зеленый курс, то есть эти деньги нельзя использовать в других проектах, только в зеленых. Поэтому и это направляется в автопром, в автоиндустрию. Что значит, то, что ускорение, например, в Европе имела стратегию миллион мест, где можно зарядить машин до 2025 года. Сейчас это поменялось в этом году из-за коронавируса, что будет 3 миллиона и уже в 2023 году. То есть ускорение происходит очень-очень быстро. И то, что еще видно, и самая-самая большая новость прошлой недели, и этой недели самая горячая вещь, о чем вообще все говорят в автоиндустрии, это то, что Брюссель сейчас евро-7 нормы. Это новая дискуссия по поводу евро-7. Она уже началась перед тем, но сейчас это еще серьезнее. И то, что как Брюссель это интерпретировала на прошлой неделе, показывается, что с технической точки зрения, и просто говоря, если ведется эти нормы, то автопром и автопроизводители в Европе практически технически уже с 2025 года не смогут продавать внутреннее сгорание двигателей. То есть бензиновые ездные двигатели практически нереально уже с 2025 года продавать, так как они не будут соответствовать новым евро-7 нормам. Что же значит, что это только пару лет осталось. То есть машина разрабатывается 5-7 лет, модель, новая модель. То есть они должны уже сейчас прекратить практически перейти уже 100% на электроавтомашины или серьезные гибридные устройства. То есть это значит то, что нету, уже не будет смысла автопроизводителям производить дизельные и бензиновые двигатели. Из-за того, что уже присоединился довольно существенный объем стран, которые уже заявили о запрете продажи внутреннего сгорания двигателей. Как, например, это уже 24 страны. В начале этого года это было совсем меньше. Это было где-то 6-7-8 стран. Уже сейчас 22-24 страны. Мы пока не входим в эти 24 страны. Латвия не входит в это. Но как Латвия-то может сказать, даже что она хочет, мы должны соблюдать то, что производитель будет произвести. Если он видит, что нет смысла, то нету смысла. Он не будет такое производить. Но это интересно, что, например, на прошлой неделе Борис Джонсон заявил в Великобритании. У них был запрет перед тем, в 2040 году, что больше не будет. Сейчас он это уже поставил на 2030 год. То есть даже страны объявляют более ранним запретом. Это все значит для автопроизводителей, что и для нас, и для вас, что электромобили станут ежедневной вещью уже намного быстрее и ранее, чем мы совсем думали перед тем. Это значит, что в Латвии практически мы должны сейчас уже понять, что на улицах Латвии в 2040 году практически большая часть машин будет электромашиной. Но поправьте меня. Я смотрел цифры. Сейчас автопарк Латвии насчитывает 800 тысяч машин. И если сравнивать, это именно, по-моему, дизельные, на дизельном двигателе, и электромобили у нас 1500. То есть 800 тысяч и 1500 соотношение совершенно несопоставимое. Ну да, которые техосмотр прошли, и машины, которые реально, это мы говорим, 700 тысяч машин на улице Латвии. И средний возраст 14,3 года. Что значит, да, у нас старый автопарк. Да, у нас дизельные составляют практически 80% двигателей, что очень много. И электромашины только 1000-1500 и занимают практически процент из тех, которые импортные, импорт автомобилей, только процент является электромашиной. Но, надо сказать, например, прошлый месяц был рекордным месяцем, когда поддержанные автомашины, 46 штук было привезено поддержанных электромашин. Даже несмотря на то, что нет практически никакие субсидии, никакие программы, как в Литве или в Эстонии. То есть, ну, несмотря на это, люди интересуются и есть интерес. Но интерес недостаточно. Понимаем то, что электромашины до сих пор для нормального ежедневного владельца это слишком дорогое удовольствие. Вот мне кажется, что коронавирус привел к такой действительно парадоксальной ситуации, когда люди, ну, вырос резко спрос на индивидуальный транспорт, потому что люди боятся ездить на общественном транспорте, но при этом люди не имеют столько средств, чтобы сразу приобрести машину, а поскольку сейчас происходят очень массовые сокращения, увольнения, и банки боятся выдавать кредит на покупку автомобиля. И вот этот парадокс приводит к тому, что люди единственное, что они могут, они купить на вторичном рынке какие-то БУ, и, в принципе, это, ну, чаще всего, конечно, это дизельные машины, которые стоят дешевле. То есть вот эта вот, ну, сама логика, цепочка, она все равно приводит нас к движению в обратную сторону. Людям не интересует СО2, что выхлоп, им интересует четыре колеса, которые будут нормально их везти на работу и обратно, и не будет ломаться. То есть вы правы в этом даже. И это даже происходит в Европе. Но то, что мы видим в Европе, 70% из стран, это число перечислений уже на четыре страницы, где субсидии на электромашину уже серьезные. И такие страны, как Румыния, например, там 11 тысяч евро вы можете получить при замене вашего старого машины на электромашину. Это существенные деньги, которые бы могли даже у нас очень хорошо работать. То есть Европа понимает, что надо переходить. Хотим мы или не хотим, это произойдет. И это даже у нас будет. Это не такое дальнейшее будущее. Это шанс. Пару лет, и ситуация очень будет изменяться. 6-212-93-9, 6-213-93-9. Я вижу, что есть звонки. Президент Латвийской автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс у нас на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро. Пожалуйста, ваш вопрос. Доброе утро. Доброе. Два вопроса коротких. Вопрос первый. Как вы думаете, будет ли Латвия субсидировать в будущем покупку электроавтомобилей? Потому что это единственное, что будет способствовать людям покупать электроавтомобиль, чтобы сдавать, например, рейдин старые автомобили и покупать электрические навыки. И второй вопрос. Про людей, у кого частный сектор, например, понятно, как они будут заряжать свои электроавтомобили. Как вы видите ситуацию, кто живет в спальных районах, как они будут производить зарядку? Сейчас уже проблемы с парковками, потому что там в семье по два, а то и три автомобиля. А как будет происходить зарядка автомобилей в спальных районах, когда будет такой наплыв электрических автомобилей, как вы говорите, в 1940 году, что почти все пересядут на электрические автомобили? Спасибо. Да, вы правы. Только субсидии могут. И у нас уже есть переговоры. Мы хотели в этом году уже запустить программу зеленого транспорта, чтобы было бы не только электромашины, но и подмога до 115 граммов. То есть также зеленые бензиновые и дизельные двигатели, чтобы люди могли постепенно пересесть. Это было не подтверждено, к сожалению, но дискуссия продолжается. И хочу сказать, что дискуссия продолжается дальше. И я считаю, я думаю, есть очень большой шанс на следующий год, что теоретически какие-то проекты по поводу электромашин будут, так как они в Литве, в Эстонии есть и уже работают. И в Латвии осталось без. И видим, что эти фонды, европейские фонды, чтобы их получить, надо тоже иметь эти зеленые программы. И в том числе, я думаю, и автотранспорт это очень важная часть, так как 28% из CO2 в Латвии именно из транспорта происходит. И транспорт единственный, где так быстро можно какие-то изменения не получить. То, что ты сказал по поводу... А, да, извините, я просто хотел сказать, что пока, по-моему, у нас только растет выброс CO2, и нам грозят очень крупные штрафы от Европы. К сожалению, он растет. Последние 10 лет он вырос на 10%, и это продолжается. И мы это 10 лет сказали, автоассоциация уже 10 лет назад сказала о автофоруме, что так будет, если ничего не будем делать, и что надо уже тогда было по-медленному эти законодательства менять и налоги менять, чтобы люди уже пересели на более, то есть транспорт, более зеленый транспорт. Но это не произошло, и произошло именно то, что мы сказали 10 лет назад, что останется так мало времени, и надо будет еще кардинальные вещи менять, так как правительство, к сожалению, не слушало и до сих пор серьезно не слушает. А ситуация происходит, что в следующем году принять это останется 8 лет, и все. За 8 лет это не сделать, люди так быстро не меняют свои нужды. Так как и второй вопрос был по поводу зарядки. Да, вот зритель прав. Латвия довольно интересная страна по сравнению с другими европейскими странами. У нас такая ситуация, что более чем 70% населения живут до отставу на мост. Ну да, в этой многоэтажках, да. Многоэтажках, да. Многоэтажках, это есть проблема по поводу зарядки. Но я бы хотел сказать, если посмотрим на Норвегию, которая уже 50% продаж уже электромашины, и очень большой, уже много лет использует электромашины, то оттуда есть опыт, что люди вообще-то, те, которые едут на электромашины, не заряжают их дома. Даже те, которые в частном доме, не так много. Они ленивы, и они используют зарядку. Большинство используют, кстати, зарядку средних машин, простых машин, рабочих машин. Они используют на работе большинство. То есть Латвия должна... Мы очень хорошую работу сделали, и в Латвии можно перемещаться очень хорошо с быстрыми зарядками по всей Латвии. Это хорошая работа сделана. Но то, чтобы ежедневно заряжать, это проблема. И то, что в Риге, например, то мы должны не быстрые зарядки много делать, а сейчас средние и малые зарядки, медленные зарядки, которые мы остановимся в Икее, например, в Риме, в кинотеатре или торговом центре, и там по чуть-чуть, по чуть-чуть заряжать. И таким образом и Норвегия это делает. И на работе. Главное, где машина стоит, это на работе. Там заряжается, и все. И да, конечно, надо будет и жилые кварталы. Это и есть проблема. Но не настолько, я считаю, будет какие-то решения. Но да, там борются даже сегодня за место парковки. Так что за место зарядки это будет еще интереснее. 6212-93-9. Продолжаем принимать ваши звонки. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Да. Я считаю, что электромобили – это мертворожденный ребенок. Во-первых, это инфраструктура. И что там в Курзимских лесах будем делать все эти самые станции по зарядке. Это смешно. Потом утилизация аккумуляторов. Это страшно такой неприятный процесс. Есть водородные двигатели. Вон Япония уже. Даже грузовики водородные. Зачем мы там следуем за Европой? Надо быть умнее Европы. Настраиваться на водородные двигатели. Выхлопит там вода. Понимаете? Есть. Япония. Учитесь, ребята. Спасибо, да. Это нормальные стереотипы. Если технически посмотреть и посмотреть испытания, посмотреть также информацию, что есть, это нормально. Все воспринимают новые вещи критические и защита. Это стереотипы. Например, батарейки новых электромашин, которые сейчас уже в производстве и в продаже. За эти батареи борются многие компании, которые бы хотели получить эти старые батареи, эти плохие батареи, так как много компаний уже есть и новый проект, где их дальше использовать. И, во-вторых, батареи автомобилей выживут дольше, чем сами автомобили. Так как батареи, даже пусть они 50% останутся от мощности, которые там есть, у них есть и вторая жизнь, и третья жизнь, и четвертая жизнь дальше. Это уже появилось в Голландии, в Норвегии. Например, в Норвегии у автодилеров закупаются эти батареи строители, которые строят офисные здания и так далее. Они ставят эти батареи в подвале, пусть они 30% от них осталось, 50% осталось. Они используют, чтобы ночью в их зарядить дешевое электроснабжение, и днем использовать это не из электролинии, а из батареи. Таким образом, получается, что они более эффективно используют электроэнергию дешевую. Так что, например, в Голландии их используют в концертных залах, где очень большая мощность должна быть, и она как пауэрбэнк работает в течение концерта, например. И не надо использовать дорогое электроэнергию с большим потоком, так как эти батареи там. То есть есть вторая жизнь. И еще третье, то что если они выходят из строя, например, их можно, уже новые батареи, которые сейчас производятся, их можно не всю батарею поменять, а поменяются только те уже поврежденные части их, и она вторично уже идет в продажу или использование. То есть это не так страшно совсем, как люди думают. И все равно, и по водородному сказать, я в этой отрасли тоже работаю, и по коммерческому транспорту знаю информацию. Водородная проблема в том, что да, это очень хорошая технология, но да, это очень дорогой процесс, как достать энергию. То есть водород, сам водород, это очень большая энергия должна быть, чтобы, то есть, например, на одну электрогрузовую транспорт надо, а на одну вентилятор, то есть вышку, а на водородную такой же надо три. То есть энергия три раза больше. Скажите, вот если мы говорим про село, насколько действительно будет возможность обеспечить вот этими электрозарядными станциями всю Латвию. Понятно, что если на селе все-таки как бы очень трудно себе представить электромобиль, насколько он может пригодиться в повседневной жизни. Стратегически, Ронат, если стратегически думать по поводу Латвии, то мы в хорошем положении. И это, надо сказать, хорошо из Советского Союза, так как в Советском Союзе, в Латвии были промышленным центром и неэффективным, но промышленность, индустрия, и в городах именно индустрия, где фабрики у нас были, с очень большими потоками энергии, что получается, что у нас позвоночник, электропозвоночник, очень хороший, с большими возможностями. То есть мы используем сейчас очень малую часть. Если мы полностью все перейдем на электрический транспорт, наш электрогрид Латвии полностью к этому соответствует. Проблема может стать самой окончательной, то есть точки, или за городом точки. Да, вот это теоретически может быть проблемой. Но Латвия, как такова, хороша для электромашин. Другие страны хуже. Так же самая Эстония им хуже. Латвия является третьей из Европы по зеленому электроэнергию, из-за того, что у нас от 40 до 70% гидроэлектростанций. То есть это полностью зеленый, без СО2 электроэнергия. Например, Польша, у них 89% электроэнергии из угля. То есть Латвия, к той точке зрения, хорошо применена именно для электротранспорта. Продолжаем принимать ваши вопросы. Так, слушайте, я вам говорю. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Я вот хотел спросить насчет коммерческого транспорта. Я как-то передачу по Discovery смотрел, и там много экспериментов проводили. И там не были такие, знаете, что кто-то против именно. Они на самом деле объективно, они все плюсы и минусы взвешивали. И я даже не говорю про фуры. Фуры, они сразу там, при первые два теста, все сразу несколько сторон, как экспертов, они сразу сказали, да, там никак не получают. Это как концепт был Карп, по-моему, Мерседес, или кто фуру. Не, Вольво, по-моему, фуру поставила на вот себя в аккумуляторах, и показали, что там, ну, такие деньги там. Она, во-первых, расстояние малое проезжает, и все это настолько дорого выходит, что им надо сколько раз останавливаться. И даже потом они начали брать средний коммерческий транспорт и по городам, и все. И там вообще много очень нюансов получается, что мало расстояния может проехать, им надо часто останавливаться. И вообще, в общем, удорожило процесс, и получилось, что, грубо говоря, ту работу, которую могут сделать два под две простые машины, им надо было как минимум три на электроприводе. Спасибо. Да, вы правы. Я в этой отрасли работаю и хорошо знаю. Например, самая первая машина, которая точно интересна и работает под электрогрузовик, это мусорные машины. Я участвую в этом и знаю. Мы уже имеем 400 штук в Европе таких, которые едут и очень хорошо работают. Для мусорной темы это хороший вариант, но для других это является проблемой. И коммерческий транспорт будет самый последний, который пересядет на электротранспорт, так как там проблема. Он первый пересядет именно на водородный. Там это более реально, так как батарейки снимают пользуный вес грузовика. То есть водородный, то есть СЭЛ, как называют, оно еще не настолько мощное, чтобы снабжать без электроподмоги, без батареек коммерческий транспорт, так как в этом еще процесс происходит. Из-за того ЦНГ, газовые двигатели, ЦНГ более интересны именно для коммерческого транспорта. Это более долго будет работать. То есть коммерческий транспорт будет последний, который реально пересядет. Тот, который первым пересядет, это будут малые, то есть почтовые машины, логистика города, последняя часть логистики, это будет первый, который именно пересядет, который в городе будет ехать, пересядут на электротранспорт. Вчера уже ДПД объявил, вчера они заказали 14 крафтеров, электрокрафтеров в декабре получат уже, и мы в Латвии, в Риге увидим, что электрокрафтеры уже у нас приводят посылки. Президент Латвийской автомобильной ассоциации Андрис Кулберг с нами на прямой связи. А скажите, каким вообще потрясением переделу топливного рынка может привести вот такой наплыв электромобилей, который совершенно изменит вот это соотношение сил между обычным топливом и электрической зарядкой? Да, это глобальный вопрос или очень интересный вопрос. Столь быстрый, как сейчас вообще мир идет к этому процессу. И это не только Европа. Даже я посмотрел, Индия объявила, что с 2035 года запретить внутреннее загорание двигателей. Индия, где мы думаем, что она последняя бы была на такое. Китай тоже самое, 30-40-е годы запретит полностью. И там уже есть города, где уже 40% электромашины едут. То есть это весь всемирный процесс. Но это будет интересная политика, и геополитика поменяется, и страны, которые топливо добывают, то есть нефть, это как-то Европа. Я считаю, Европе это будет плюс. Поэтому мы будем не так зависимы уже от геополитики, как она сегодня происходит. Но, конечно, изменения будут. Но все равно надо понять, что машина до сих пор 80% из нее из нефти. Производство вокруг всего у нас нефти. Это не только машины. Да, бензин меньше, но нефть не так меньше станет. Пластмасса, все из нефти, шины, внутрь машины, все провода, все из нефти, шины. То есть нефть не исчезнет из нашей жизни. Продолжаем принимать вопросы. 6212-939-6213-939. Пожалуйста, ваш вопрос. Да, пожалуйста, сделайте радио потише, вы все услышите в телефоне. Доброе утро. Пожалуйста. Говорите, да. Доброе утро. Да, задавайте вопрос. Вопрос такой. Ну, известно, что при падении температуры, при отрицательных температурах, емкость аккумуляторной батареи падает на 20% примерно. Ну, это хорошо, там, в Италии у них там все время плюс, скажем так, да. А как в Латвии, у нас там зимнее время температура достаточно низкие. И, допустим, поездка в Рига-Талли, это будет что с промежуточной зарядкой где-нибудь в Пярну. И потом зарядка-то, в общем-то, тоже какое-то время занимает. То есть поездки на длинные расстояния на данный момент, они, в общем-то, практически невозможны. Спасибо, я понял. Да, зритель прав по старым электромашинам, которые более старые. Если посмотрим на новые, то они стали настолько эффективны. Например, Volkswagen Up и сравнение новой ID.3. Там, например, внутренний салон, отопление салона происходит уже не от отоплителя, а уже от воздуха, из электроснабжения машин, которые уже имеют, которые горячие, то есть из батареи и так далее, то есть не используются уже. Машины стали намного более эффективны. Например, там был 8 киловатт, сейчас уже 4 киловатта только этот воздухобогреватель. Это один пример. Второе, до минус 20 градусов электромашины, да, чуть-чуть меняется, но новые электромашины, которые сейчас выходят, они 300-350 километров может на одном заряде проехать. Я говорю, машины, которые в среднем нормальные машины, есть уже такие, которые 500-600. Это все, конечно, в цене оказывается. Ежедневно, если 90% мы все едем по работе по не более 50 или 40 километров в день. Поэтому нужда ехать далеко мало, процентно мало. Но да, он прав. Это одно из важных вопросов, которые остаются. И на новой, я говорю, новой емкости батареи с каждым днем на 5 граммов снижается батарея. И на, я сейчас не помню, на сколько емкость, каждый день она увеличивается. Мы сейчас находимся в самом низком уровне, то есть индустрии батарей. То есть это еще впереди так много возможностей эволюции батареи, что мы увидим, что это так быстро будет меняться, так как такие бешеные деньги сейчас на это идет. И все мозги мира на это уже помешаны, так же как на вакцину коронавируса, так и на батареи. То есть новости там появляются каждую неделю. И очень хорошие, интересные новости, которые сделают машины более дешевые. Так как самая дорогая вещь машины до сих пор это батарея. Это, к сожалению, да. Но и есть, уже видно, что есть и новые испытания, где просто в промышленном процессе не прошли еще, но будет снижать цену электромашин до нормальных машин. Новая Рижская дума, которая объявила, ну, сразу же свои приоритеты, зеленые приоритеты. И вот то, что сейчас происходит на улице Чака. Ну, и понятно, что вот приоритет отдается как бы не автотранспорту, а общественному транспорту, велосипедам, пешеходам. Вот эта стратегия, насколько, как вам кажется, ну, во-первых, она справедлива по отношению к автоводителям, а во-вторых, электромобили, появление электромобилей не изменит ли все-таки в более позитивную сторону отношение к автомобилистам? Я считаю, это популизмом, что сейчас происходит. Мы смотрим, посмотрим даже планы, которые имеют, планы будущие, которые имеют транспорт Рига. Там все написано, все нормально и хорошо написано даже датским специалистам в Дании. И там все ясно. Номер один, что должно быть, это ни пешеход, ни велосипедист. В каждой стране или метрополии в Европе. А это общечный транспорт. И позвоночник этого транспорта должен быть хорошо развит. И с Ригой, я бы сказал, это трамвай. Мы трамвай должны сделать очень эффективным, очень быстрым и доступным до точек, нужных точек Риги. Это должно быть нашим позвоночником, так как другие страны, это метро. И второе, автобусы должны до трамвая довезти людей. Это самый быстрый способ так много одновременно провести население в пункты за время без ошибок. То есть, это одно. А второе, да, велосипед должен следовать, но вместе со общественным транспортом. не отдельно от него. Мы ничего не получим от этого. Люди все равно должны перемещаться. И так это мобилити пакетч. То есть, мобилити должно быть в общем счете рассматриваться. Не только отдельно пешехода, отдельно велосипедиста. Это никому не приведет. Например, Чака, улица Чака, это же наша самая главная улица для общественного транспорта. Менять ее каким-то образом, это надо сразу иметь вариант для общественного транспорта. Стратегия. А просто так экспериментов делать, это популизм. А скажите, вот то, что в Латвии самый высокий, ну вот по сравнению, если брать страны Балтии, налог на автотранспорт, и действительно платят автомобилисты, по-моему, по расчетам там в 4 с половиной раза больше, чем в Литве, в 3 раза больше с лишним, чем в Эстонии. И вот то, что сейчас приводит к тому, что жители приграничных районов даже предпочитают регистрировать машины в соседних странах, и, по-моему, решение суда ЕС теперь запрещает наказывать за использование на территории Латвии автомобилей, зарегистрированных в других странах. То есть это... Вы правы, у нас огромная проблема, если по сравнению с Европой, у нас процентуально из ИКП огромной частью ходят из автотранспорта. Мы, автовладельцы, очень много платим с точки зрения налогов. И то, что по сравнению с Прибалтикой, это просто ненормально, так как в Эстонии они снизили даже акциз на бензин, в Литве тоже ниже цены на бензин и топливо, чем в Латвии. и акциз из этого топлива полностью покрывает эстонские нужды ремонта дорог и дорожного фонда. В Литве то же самое. И у них три раза или четыре раза в Литве меньше налог на автотранспорт и как-то они как-то ненормально живут. А у нас столь большой налог на автотранспорт, четыре раза больше, чем в Литве и в Эстонии. И акциз от топлива не идет в дороги. И транспортное министерство говорит, что им надо еще больше, чтобы вообще-то ремонтировать дороги. То есть у нас в корне проблема в том, что мы как овца платим в бюджет Латвии, а не получаем обратно поляну. Поэтому я считаю, надо полностью реструктуризировать то, наш автоналог, чтобы он был гармонизирован в Провалтике и то, что наконец-то от автотранспорта шел на дороги по-прямому. А то, что вы сказали по поводу машин, регистрированных в других странах, вы правы. к сожалению, да, это так. Почему к сожалению? Потому что с 1 января следующего года вступит в силу то, что вы можете ехать с номерами других стран и в Латвии, но вы должны будет платить налог такой же, как в Латвии с такой же машиной вы платили. то есть там не будет такое увышение, как это было до сих пор. Это правильно, но это неправильно для Латвии. Я считаю, люди будут использовать инфраструктуру Латвии, а платить налоги в Литве или в Эстонии. То есть это неправильная налоговая политика. А что нужно изменить в налоговой политике для того, чтобы действительно и вообще в той ситуации я знаю, что вы выступали более использовать вот Аутрум для того, чтобы люди имели возможность менять автотранспорт на более прогрессивный? Во-первых, надо морковку. Не просто идти с кнутом, а морковку тоже. Кнутом надо нам быть тем, который нельзя впускать и дальше так много просто съезженный автотранспорт, не просто поддержанный, а просто окончательной точкой стать Латвией. так как Европа сейчас избавляется от старого автопарка, от дизеля именно, нам не надо стать том местом, где просто они окончательно попадут. Это, во-первых, это правильно, но, во-вторых, надо людям показывать и дать возможность выбора, чтобы выбирать более зеленый транспорт. Если они такой выберут, они не будут платить налоги. И таким образом есть вариант, я не говорю только о электромашине, я говорю так же и поддержанных автоматчиков, как Литва это сделала, до 130 грамм вы можете привезти машину, у вас нет первого налога регистрации, и вы свободно можете использовать. То есть страна сказала, мы хотим автопарк видеть таким. И это есть и морковка, есть и кнут. А мы хотели просто кнут поставить, и все, без морковки, и даже без отдачи налогов. То есть наше предложение было до 115 граммов, до 10 лет старому автопарку дать возможность перемещаться в те, которые зеленые, более зеленые, без налогов. То есть чтобы люди меняли свой образ жизни и выбор машин. Выбирать сейчас трехлитровый дизель просто и потому что у соседа есть, у друга есть, и мне надо. Это уже мы можем выбирать вместо этого такой же хороший автомобиль. И я считаю, дизель для Латвии, в среднем дизель для Латвии, Латыша, это неправильный транспорт, неправильный выбор транспорта. Дизель именно был предназначен для автострад, для Германии, для больших расстояний. Дизель в Риге это для дизеля вредно для самого технологии. То есть мы видим, сколько вырезают ДТФ-фильтры и катализаторы, и так далее, это из-за того, что просто эти машины не выезжают из Риги. Они должны в один раз в неделю 100% выехать и 40 минут ехать более 70-60 км в час, чтобы сгорание происходило, дело о регенерации. А это не происходит. И мы проезжаем с дизелем малые дистанции. И это дорого, это получается очень дорого потом в ремонте и в процессе. то есть дизель дороже. К сожалению, вот очень интересная действительно беседа, но, к сожалению, время наше подошло к концу. Президент Латвийской Автомобильной Ассоциации Андрей Скулберг сегодня был на прямой связи. Спасибо вам большое за беседу и до новых встреч. До новых встреч. Пока.